всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 15 апреля сегодня сейчас я пришла вот принесла рассаду продолжаю высаживать томаты в теплицу которую я использую как необогреваемую то есть я высаживаю сюда тут грунт не подогревается сверху есть инфракрасные обогреватели но я их не включаю потому что я уже обогреваю в таких крайних случаях ту теплицу которая для раннего урожая там нужнее то между от них ранний урожай а эти даже если они немножко постоят в одной паре и не очень скоро расцветут ничего они будут как вторая партия сразу хочу сказать что вот в крайнем случае я конечно могу включить здесь инфракрасные обогреватели тут я не дам им замерзнуть но глядя вот на мою высадку все-таки могут ориентироваться на этот способ вот такой ранней высадки и те у кого теплица вообще не обогревается потому что я сейчас все буду делать с учетом того что я не могу ее греть я сейчас вот крайний ряд посажу отступлю вот такое расстояние поставлю дуги накрою двумя не тканками буду накрывать еще в случае нужды полиэтиленовой пленкой и принесу сюда еще притащусь с чертака воздушно пузырьковую пленку которую с той стороны буду вот так вот ну короче закрывать с той стороны еще буду воздушно пузырьковой пленкой я все это все эти упаковки я буду делать как будто бы это у меня неотапливаемая теплица буду упаковывать почему я сразу не стала высаживать тот ряд я говорила что там холодно от стены и сегодняшняя ночь у нас был всего один градус я не хотела лишний раз лишний дискомфортом приносить вот этой рассаде хотела подождать два дня когда наступит вот у нас следующие ночи будут сегодня 3 градуса завтра 4 и 5 и так по нарастающей будет дальше и 7 и 8 градусов тепла при такой температуре это идеальные будут условия здесь и рассада хотя бы не будет вытягиваться она пусть даже немножко если постоит ну как бы не сразу рванет так как в той теплой теплице но она хотя бы не будет вытягиваться и она будет утолщаться потому что мне жалко ее портить вот она сейчас дошла в такую стадию видите самая такая у нее толстая ножка она еще не сильно вытянута она еще не испорчена у нее уже цветочный бутон вылазить появляется это идеальный срок возраст рассады для высадки лучше я высажу в холодную теплицу и буду утеплять чем я буду смотреть как она вытягивается и портится ее качество что буду делать буду вам показывать вот я сейчас начало высаживать и хочу несколько мелочей рассказать что я делаю если этот ряд я высаживала мне было все равно они высокие они или в эту сторону ли в эту наклоняются их можно потом приподнять но при высадке крайнего ряда это очень важно я стараюсь их если они будут наклоняться то наклонять в эту сторону потому что вечером мне сейчас сюда же дуги придется ставить и накрывать если они у вас в ту сторону как бы при посадке наклонятся вам будет неудобно пленка их придавит и еще вот видите я приготовила следующие высадки они же уже здоровые и поэтому если близко к стенке их посадить высадить они не дадут вам утепляющий вот эту прослойку ну как расположить здесь мы же подразумеваем что теплица не обогреваемая я делаю очень хороший отступ видите вот где это вот видите а вот где томаты растут сантиметров наверное это сама вниз головой сантиметров 20 не меньше отступаю ну во первых зачем все это ясно во первых там холодно и там самый холодный грунт около стены а во вторых мне же сюда нужно поставить дугу ими дугу то тоже с отступом буду делать чтобы сюда упали еще пленки чтоб сюда упала вот это пузырьковая рассада мне тоже нравится вот это любимый праздник я постараюсь вдоль стены высадить конечно сибиряков тут посажу тяжеловес сибири какие тут еще не знаю ну короче подберу больше всего местные сорта а неженки иностранцы постараюсь в срединку и наши сибиряки если что прикроют их своими телами потому что такой рассада у меня много я могу на замен потом еще подсадить а иностранцев нету вот это любимый праздник мне очень прям нравится он весь в такой в пупырышках хочет уже дополнительную корневую систему весь с бутончиками все буду высаживать также как я высаживала средние ряды так и крайний ряд я сначала их высаживаю в лунки потом сильно сильно обильно поливаю так что вода даже остается она постепенно уйдет но я буду уверена что вот эта поливная лунка будет смочена хватит надолго на неделю точно ну вот я продолжаю высадку вчера я закончила на том что показала что поливаю сильно 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 и вчера я не успела до высаживать сегодня я уже говорила что они провели ночь вот так голышом сегодня их точно все укутаю я отковыряла и железные дуги которые вчера не могла добыть у нас сегодня очень жарко все растаивает и пластмассовые собрала сегодня у меня будет тут два таких тоннеля вот осталось мне только вот этот уголок засадить вот лежат у меня готовые к высадке томаты все они с хорошей корневой системой все сейчас я досажу вот эти два этих ну как два тоннеля укутаю в два слоя меткам их одна тонкая одна толстая просто у меня такие есть наличие кто-то спрашивает вот какой вы выбираете размер я никакой размер не выбираю у меня все что осталось от выращивания рассады в тоннелях на улице как вы понимаете у меня же было много там всякого укрывного материала и вот он у меня разный я первый слой делаю тоненькую самый тонкий 2 где в слой делаю толстый на 60 и сверху полиэтилен все также сделаю только еще как я уже говорила будет воздушно пузырьковая пленка это у стены она не очень высоко она не очень широкая на примерно метр ширины но ей прослою между дугами и стеной я специально видите как когда вставляю дуги я отступаю но около 10 сантиметров чтобы туда все эти укрытия и 2 не тканки и полиэтилен и воздушно пузырьковая чтобы туда входило ну как всегда все что остается в тоннелях пусто вот эти дорожки я заполняю теми подростками которые на доращивание или теми которые уже с теплой теплицы принесла которые наоборот хочу немножко тут притормозить они для следующей теплицы для совсем холодной где никаких вариантов подогрева нет ее я буду высаживать только в мае но скорее всего ну по погоде буду смотреть а вот это все это будет высажено здесь еще когда сегодня прочитала комментарий одна зрительница пишет ну что ж так издеваться то вот они там вот показала что белые корни то образуют они уже от страху от этой жути начали наружу белые корни образовывать потому что внутри очень холодно но я сегодня смотрю наверное так же от этой же жути они уже начали тут у меня цвести вот один расщелкнулся там впереди тоже расщелкнулся люди иногда пишут не высота ни разу так не попробовав например такой метод выращивания ничего не зная и вот такие вот эти пугалки я прочитала вот там у вас жуть вы над ними издеваетесь поэтому даже у них наружу корни выросли но вообще это нормально когда томат после высадки в грунт начинает обильно образовывать вот эту дополнительные корни он просто хочет побыстрее зацвести побыстрее побольше нарастить корней у него все направлено на размножение на формирование вот этих плодов и я думаю здесь они не от жути у меня корни образуют и начинают свисти им здесь тоже нравится вот за много лет вот этой возни с томатами я поняла что они очень живучие они неприхотливые и вот когда у меня сейчас уже в придомовой теплице я с каждым годом все режимы им круче круче делаю в том году я говорила что я при 10 уже стараюсь если 8 заносить в этом году они у меня сидят без укрытия при 5 градусах я уже не закрываю потому что я знаю что в прошлом году были ну как тоже были ночи холодные все прошло прекрасно ни на урожайность ни на чем это не сказалось я бы я бы не заметила ой я бы не сказала что из-за того что я держу в холодных условиях как-то они летом потом плодов не дают или что наоборот все увешано и вот я поняла что томаты то наши они готовы приспособиться к любым условиям хоть немножко где-то вот здесь у меня все спрашивают температуру грунта но я уже говорила и говорила не раз когда высаживала что 10 градусов температура грунта пока 10 но сейчас я накрою вот эти вот сделаем тоннели и там будет прогреваться еще больше чем здесь во всей теплице там у них будет свой микроклимат и там температура грунта повысится обязательно это я точно потому что при такой же температуре я высаживаю на улице и там они выживают вот в той теплице где я нагревала грунт там 15 градусов и там высокие грядки поднятые здесь грядки невысокие не поднятые грунт не греется здесь 10 но это тоже температура для высадки она хоть и критическая можно сказать так для грунта но она приемлемая потому что днем все равно грунт здесь прогревается и с каждым днем он будет все теплее и теплее а начальная 10 они же сейчас пока они как вот в верхнем слое я их вот так вот заглубляю все вот так больше я не заглубляю им нужно всего 10 сантиметров но 10 12 вот верхнего слоя и я когда сейчас высаживаю я уже чувствую рукой что грунт не ледяной и вот верхний слой который сейчас они будут осваивать он приемлем для высадки конечно если бы я глубже туда их заглубляла многие как говорили что можно поливную луночку сделать глубже вот вообще выкопать и туда поглубже закопать я отвечаю многие же не задумываются я отвечаю что мне так делать сейчас нельзя именно в этот период потому что в этот период в апреле у нас там очень холодно если засунуть туда дальше с углублением корень может тогда действительно они будут стоять в одной паре корень может застудиться и вот как я уже говорила помните я говорила про цветы если они распускают цветы это верный признак того что условия для них комфортные что им и корням не холодно но ясно что в такую солнечную погоду и листьям хорошо если бы им было корням очень холодно они действительно встали бы в одной паре и они на время притормозились бы они бы не стали расцветать они не такие дураки тоже чтобы вот например совсем мороз цвести и плодоносить они все равно ждут таких условий при которых они могут выжить все сейчас когда закрою я покажу вам как выглядит это в конце вот второй день бьюсь сегодня точно все укутаю и отдельный видеоролик сниму после этого многие интересуются какие же здесь у меня сорта поселились перечислили все сорта некоторые я выговорить не смогу просто покажу на бумажке на тетрадке потому что планы я уже составила я их все туда в тетрадку переписала все у меня они уже все учтены все до свидания ой еще пока не до свидания хотя я с вами попрощалась но я продолжу потому что конца то еще нет вот смотрите ну все теплица вся высажена все подселенцы на доращивание выставлены как всегда прошел целый день сейчас я буду укрывать буду показывать виды укрытия и еще хочу сказать про тех которые здесь на доращивание зачем я их оттуда сюда перетаскивала ведь это очень удлиняет процесс высадки я говорю что я теплицу за один день никогда не осиливаю вот эту тоже три дня высаживала удлиняется из-за того что вот эти еще но между рядами они стояли в той теплицы которая более теплая для того чтобы повзрослеть растолстеть так как еще высаживать их рано теперь они в этой более тепли более холодной теплицы будут наоборот стоять как бы я их тут немножко приторможу они будут теперь тут делаться коренастыми тут они у меня разрежена они тут тоже могут растолстеть но высоту они здесь сильно расти не будут потому что здесь прохладнее про прикрытие покрытие будет многослойная уйти надюша но первый слой я всегда делаю самый тонкий если вы спросите почему тут есть два ответа ну во первых потому что просто он у меня есть остался тоннелей раз он есть почему бы его для утепления только тоже не не применить он конечно не очень сильно но все равно в комплексе с другими даст немножко тепла а во вторых вот эту самую тонкую пленочку накрыв первым слоем ее можно в жаркие дни оставлять если теплица не притянена нет притянения еще вот у меня это еще не накрыто если будет очень-очень жаркая погода я толстую и полиэтилен скидываю туда а вот это тоненькая остается как притянение потому что многие люди знают что первые дни рассада высаженная вот из домашних например условий ну или вообще когда наступает очень яркое солнце она может ну вянет подгорает солнечные ожоги а у нас вот сейчас ожидается погода я там смотрела аж и 17 21 градус представьте если на улице 21 градус что будет здесь первую пленку буду такую сейчас я ее растяну я сейчас подожду я попросила катю она придет мне потому что одной неудобно надо одной держать другой тянуть накидывать первый слой накинем следующие слои покажу вам дальше так идем дальше я помощников пока никого не дождалась так что буду дальше рассказывать вот тонкую я накинула и тут я всегда соблюдаю такое правило здесь я до земли сильно лишнего не оставляю а все излишки от этого утепляющего материала я скидываю на ту сторону потому что ожидание холода все таки с той стороны и там он нужнее здесь на дорожке это самое теплое место это среди на теплице все потом целлофановой пленкой когда прикрою пленку я уже оставляю с размахом чтобы туда не поддувала второй слой будет более толстая вот такая уже когда у меня спрашивают номера ну их я никакие номера не знаю это вот была знаете такие как парнички то вот дуги вставляются и такой парничок вот я им уже не пользуюсь давно я дуги убрала тряпка целая хорошая плотная почему бы ей не утеплиться вот сейчас ее я буду вторым слоем но она намного короче ой уже чем вот это вот не тканка это же 3 или 3 чем-то даже парничок он поуже маленькая и я делаю так начинаю оттуда если здесь сколько то вот так вот не хватит опять же в средине я бросаю так главное чтобы тот край который у стенки был полностью до земли вот этот укрывной материал все сейчас попробую расстелить вот теперь когда эту старую пленку постелили мы вот катя пришла мне помогать мы растягиваем новый материал укрывной вот такой толстый он толстый плотный но от него толку тоже не очень много потому что он почему-то полтора метровой ширины я не знаю для каких целей у нас лежал я 100 вот нашла остаток рулончик но и думаю что он лежит много лет его тоже применю сейчас отрежу в длину теплицы и расстелю тоже так же туда там до конца а здесь на дорожке он даже до конца не ширину короче он у нас не подходит но все равно постели и сверху еще конечно я все прикрывают целлофановый такой полиэтиленовой пленкой у меня получилось трехслойная но даже 4 но они все не полностью тени до конца в основном утепляла там так как сегодня минуса нет до пупырчатой пленки не дошло да если честно устала не не хочется с пупырышками с этим еще возиться все сегодня их упаковала на ночь очень хорошо оставила термометр там у них тоннелях завтра утром скажу вам еще раз напомню не обогреваемые ничем греть не буду вот сейчас захлопну избушку на клюшку что они сами надышат с тем и будут ночевать